Без Бога невозможна истинная духовная жизнь, поэтому в нашей церкви и существует таинство, которым мы приобщаемся для нашего спасения. А местом совершения этих таинств является Дом Божий. Событие произошло накануне в духовной жизни города Петергофа, освящен престол собора первоверховных апостолов Петра и Павла. Торжество возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Одна из главных достопримечательностей Петергофа – Петропавловский собор. Его монументальные стены спокойно вмещают 800 прихожан. В день, когда божественную литургию здесь возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии, молящихся собралось очень много. В этот день Владыка осветил престол в соборе святых апостолов Петра и Павла. И не менее значимое событие состоялось и для чтеца храма святителя Василия Великого на проспекте народного ополчения Сергея Кузнецова. Он был рукоположен в Адьякона, к тому же храму. По окончании божественной литургии Владыка обратился к духовенству и молящимся с архипастерским словом. Он отметил, что без Бога невозможна истинная духовная жизнь. Поэтому в нашей церкви и существует таинство, которым мы приобщаемся для нашего спасения. Пока человек не встанет твердо на путь спасения, с ним нет благодати Святого Духа. Мы должны как можно чаще очищать себя, освящать в таинствах, сказал Владыка. Господь нас всех призывает к совершенству, к спасению, к любви, не только к ближним своим, которых он часто любит, но даже к врагам. Школа любви, она очень длинная. Первый, конечно, нет у любви, когда мы с вами начинаем любить своих, хотя бы домашних. Но высыпает у любви сегодня на рассказанном Евангелии. Господь сказал, любите врагов ваших. Для нас это непостижимо. Кажется, невозможно ни благотворить, ни любить всех, кто нас не любит. Но вот так исходил и к Христу, и к лучшим и камерам. Мы должны поступать так, как поступал Христос. И Господь каждый раз не ждет исправления от людей, а посылает не солнца, и дожди, и хорошую погоду, и грешники, как и правильники. Он показывает пример, как должны с вами строить нашу духовную жизнь. В ответном слове настоятель собора и благочины Петродворцового округа, протеерей Павел Кудряшов, от всего сердца поблагодарил владыку за разделенную радость совместного богослужения, пожелал долгих лет жизни, здоровья и помощи Божией в архипастерском служении. Субтитры создавал DimaTorzok